500 килограммов, около 70 коробок с одеждой, обувью и предметами первой необходимости собрали жители Одинцовского округа для пострадавшего Иркутска. Никакая помощь не была лишней. Из-за наводнения люди в Иркутской области лишились практически всего. Больше всего люди приносили детские вещи, теплые вещи, также много различных канцелярских товаров для детей, для школьников. Очень много приносили бытовой химии, различные порошки, стиральные средства для мытья посуды. Это все очень нужно. Мы таким образом собрали 66 коробок. Региональный логистический центр помощи пострадавшим от наводнения находится в Истре. Именно туда и отправилась газель с гуманитарной помощью от жителей Одинцовского городского округа. Участие в подготовке этого доброго груза принимали волонтеры. Мы приехали от волонтерской организации Одинвол. Мы все организации решили помочь, поэтому нас сегодня отправили сюда. Каждый не должен быть равнодушным. Это страшный момент для всей страны. Никто не должен оставаться равнодушным, все должны бы помогать. Изначально груз планировали доставить в Иркутск самолетом. Однако Московская область за месяц собрала более 100 тонн гуманитарной помощи. И доставлять ее придется грузовым транспортом. В случае необходимости сбор вещей активисты округа готовы продолжать. Сбор гуманитарной помощи – это всегда связка многих структур. Вот мы здесь при поддержке управления образования. Они по своим чатам раскидывали всю информацию. Поэтому много школьников приносило, учителя или родители этих школьников приносили, кто в этих чатах есть. Соответственно МЧС это все отправляет. Будет ли оно готово, опять же, выделить транспорт, чтобы туда отправить этот груз собранный. То есть всегда такая связка. И если с координационного штаба поступит, команда продолжит сбор, то мы это сделаем. Помимо Одинцовского городского округа сбор гуманитарной помощи был организован еще в 40 муниципалитетах региона. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.